Лена Бунина, наш директор по управлению персоналом и прочее, и прочее, профессор МГУ, великолепный математик. На самом деле у нас управление персоналом это не то, что управление персоналом во многих компаниях. Я реально, когда смотрю на орг структуру Яндекса и вижу в подчинении Лены управление по работе с талантами, я начинаю улыбаться, ну это же круто. Ну вот Лена сейчас расскажет, как она видит все это. Мы тут обсуждали, здравствуйте, мы тут обсуждали вопросы того, какие профессии нужны будут в будущем. И я что-то последний год, так как много занимаюсь всякими образовательными проектами, внутри Яндекса уже более широкими, стала ходить на круглые столы и конференции, связанные с будущим, с профессиями будущего, с тем, как надо учить детей в будущем, вот со всеми этими вопросами. И заметила, что есть какой-то разнобой. То есть кто-то говорит про то, что роботы завоюют все, и у нас не останется ничего, и надо придумать новые профессии. А кто-то говорит, нам нужно срочно 10 тысяч программистов сегодня же обучить. Но ведь правда же противоречиво то, что нам с одной стороны будут роботы, а с другой стороны нам нужно 10 тысяч программистов сегодня же. Потому что, казалось бы, роботы, ну, наверное, они вместо программистов тоже смогут быть. И когда я стала думать о том, что говорить про это самое будущее, я поняла, что вот в моей голове будущих два близкое, относительно близкое и далекое. И если про близкое я, честно говоря, фантазировать могу с какой-то уверенностью, все равно невозможно. Может быть, через два года все изменится. Мы совсем перейдем к экологии, я не знаю, и выбросим компьютеры. Ну, мало ли что случится, никому неизвестно. Но давайте считать, что там с вероятностью 80-90% мы можем говорить о каком-то недалеком будущем типа 5-7 лет. И вот это будущее, оно скорее про революцию. Но сейчас явно действительно идет вот эта самая технологическая революция. Все время появляются какие-то новые продукты, которые изменяют ландшафт. Ну, вот типа нашего такси. Яндекс.Такси, Убер, другие разные сервисы совершенно изменили ситуацию с тем, как добираться из дома до работы, ну, по крайней мере, в крупных городах. Я совершенно иначе стала относиться к тому, как мне доехать из точки А в точку Б, например, с тех пор, как это стало просто и дешево. Вот такие вещи будут появляться, и революция все время будет нас толкать к тому, что у нас много новых технологий, и что нам нужно вот в эту эпоху, что вообще в эту эпоху требуется. Казалось бы, что в ближайшие вот эти 5-7 лет, давайте пока про них поговорим, революция будет в большой степени вокруг IT, и нужны будут эти десятки тысяч программистов в первую очередь. То есть вот это совершенно верно, что нам нужно очень много технорей. В этот момент гуманитариям, ну, был вопрос про гуманитариев, в этот момент гуманитариям немножко тяжело, но мы сейчас потом про далекое будущее поговорим, станет легче. Точнее, нет, технорям станет тяжелее, от этого гуманитариям станет легче. Наверное, так. То есть будет действительно глобальная автоматизация, нужно будет этих роботов программировать, нужно будет делать очень много разных сервисов. Конечно же, все те, кто раньше не уважал, так сказать, математику, логику и программирование, будут обучаться, ходить на курсы, вот это все будет происходить. И тут нам надо помогать, нам надо людей действительно обучать. Вот мы сейчас уже этим занимаемся, про это думаем. Ну, вот это все у меня в голове действительно про 5-7, может быть, 10 лет. Я, на самом деле, промежуток непонятен. То есть это может быть и быстро, и медленно. В этот момент, ну, как бы действительно точные науки начинают давлеть над какими-то другими. Но все-таки помимо того, что какие-то продукты и сервисы новые надо запрограммировать, нужно вообще-то их придумать, нужно вообще-то как-то организовать делание этих продуктов, а еще должен быть дизайн. Потому что, конечно же, теперь, когда у нас есть выбор, хотим мы Яндекс.Такси, Гет, Убер, вот, пожалуйста, выбираем. Мы же выбираем уже не только из-за цены, из-за того, насколько быстро он приезжает, но в том числе нравится ли нам дизайн продукта. Ну, то есть вот там поиск Яндекса или Гугл. Начинаем обсуждать, чем искать Яндекс или Гугл, что по качеству лучше. Давайте честно скажем, разница в качестве почти никакая. Ну, здесь там что-то лучше ищут, здесь другое, но в целом качество никакое. Кто к чему привык и кому где нравится дизайн. То есть в этом месте появляется все-таки еще такая вещь, как важность продуктовых людей, дизайнеров, ну и вообще менеджеров, которые это все соединят. Это те профессии, которые прямо очень будут нужны. Помимо, конечно, обычных профессий, типа врача, медсестры, нянечки в детском саду, они тоже пока нужны, те профессии, на которые будет бум в ближайшие годы. Это пока будет момент революции. Но революция, война, они как-то в какой-то момент заканчиваются. Что происходит обычно после окончания революции или какой-нибудь другой войны? Все те, кто воевал, они как-то становятся ненужны. Они приходят вот домой с войны, садятся и не могут привыкнуть. Им очень тяжело адаптироваться в новом мире. А какой будет новый мир? Вот тут я, извините, прихожу к фантазиям совсем. Это все-таки футуризм. И я за слова свои уже не совсем отвечаю. На предыдущих слайдах я отвечала. Сейчас я не могу сказать, что уверена. Потому что это уже совсем далеко. Но я все-таки попробую пофантазировать. Много об этом думала. И мне кажется, что может все развиваться так. Но вот действительно, смотрите, есть программисты. Сейчас, вот раньше, я помню, когда мы изучали разные языки программирования, самым лучшим языком считался C++. Ну, он и сейчас неплохой. Я не то, что он плохим стал. Но как-то вот, если уж программируешь, то программируешь на плюсах. Чем, ну, даже когда-то еще просто на C программировать надо было. Вот это еще более жестко. Когда программируешь на C, не нужно этого знать, я просто вот расскажу как бы ситуацию. Надо понимать, что там вообще в машине внутри происходит. Надо понимать, какие у вас типы данных. Надо полностью соображать, что там внутри. Потом появляются другие языки. Ну, собственно, плюсы уже в этом смысле полегче. А потом появляется, например, питон. Питон уже такой язык, в котором, чтобы на нем программировать, нужно быть не таким хорошим программистом, как те, которые на C программируют. В смысле, гораздо шире уже вход. Уже легче войти в это. Потому что это язык, который, ну, там есть в библиотеке, нам про многие вещи не надо думать. Он помедленнее, может быть, работает. Но зато как бы проще на нем программировать. Как, кажется, здесь может все происходить дальше? Ну, придумают. Дальше питон плюс-плюс. Плюс-плюс-плюс. В общем, какой-то новый язык, в котором, чтобы программировать, нужно будет уже еще меньшими обладать вот этими техническими сильными скиллами. А потом, наверное, вообще будет такой робот, с которым что запрограммировать, с ним надо будет поговорить. Ну, это я уже совсем фантазирую. Ну, в общем, это будет все проще и проще. И это означает, что профессия вот этого самого, например, программиста расслоится. Будут какие-то сложные программисты. Это те, кто придумывают эти новые языки и делают их все более крутыми. Которые делают этих самых сложных роботов. Ну, их очень мало будет. Но они будут, естественно, останутся. А еще будут те, кто просто на уровне пользователей умеют программировать роботов с хорошим интерфейсом. А это уже довольно широкая масса получается. Ну, вот, то есть такое расслоение появляется. Кажется. Ну, то есть, как бы, скорее всего, вероятно. Теперь давайте поговорим про профессию, самую модную профессию современности, data scientist. Ну, все слышали, все прям как бы любят. Что делает data scientist? Давайте вот про это подумаем. Есть громадный массив данных. Непонятных, куча данных, дикое количество. Сначала data scientist эти данные как-то пытается куда-то положить. Структурировать, убрать выбросы, как-то хорошо расположить, выбрать какие-то признаки. Потом он берет и начинает подбирать алгоритмы. Ну, что-то он с ними такое долго делает. Он должен много чего понимать. То есть, он технически должен быть с хорошими скиллами, а еще с математическими хорошими скиллами. Он должен понимать эти алгоритмы, подбирать параметры. У него там прямо много всего. Ну, и сейчас вот эти data scientist страшно нужны. Еще вот эти 5-7 лет, наверное, они будут дальше нужны. Теперь представим себе, что все data scientist мира собрались, долго старались и создали настоящую data science машину. Наверное, смогут. Хотя это им, конечно, убьет их работу, но, наверное, сделают все равно. Дальше что делает data science машина? Допустим, уже данные собрали, она сама их структурировала, выбросы убрала, алгоритм подобрала и выдала ответ. Ну, казалось бы, что через 10 лет такое быть должно. А вот поднимите руки, кому так кажется, что через 10 лет будет такая машина? А, ну не всем. Нет, ну прям совсем хорошая, я имею в виду. Вы знаете, сейчас все равно она не совсем такая. Сейчас нужно эти данные заложить. Ну, прям вот такая, что не думать. Вот мне кажется, через 10 лет будет. Действительно, сейчас уже к этому идет. В этот момент какие data scientists остаются нужны? Ну, только самые крутые, суперпрофессионалы, которые придумывают еще новые, лучшие алгоритмы, которые в эту машину можно запихнуть. Ну, то есть такие еще нужны. Их, опять, гораздо меньше, чем потребность, ну, чем в ближайшие 5 лет будет потребность. А еще нужны те люди, которые понимают, что можно нажать вот эти 4 кнопки у этой машины, на самом деле не 4, а 44, и получить ответ. Ну, то есть опять получается расслоение. И вот когда начинаешь про это думать, сейчас я тоже переключу, то у меня получается в голове вот такого рода расслоение. Нужны какие-то по каждой профессии, ну, почти по каждой, сейчас можно поговорить про какие-то, которые не нужны, суперклассные специалисты, типа ученые. Ну, мы их можем назвать ученые, на самом деле, конечно, в кавычках ученые, они не теоретики, это какие-то люди, которые вот все новое делают и дальше ведут эту отрасль. А еще пользователи, хорошие такие пользователи, но у них большая очень разница в образовании и в практике с этими учеными. И вот эти вот пользователи, ну, для меня это на примере медицины, ну, тоже моя идеальная медицина будущего. Приходит человек к медсестре, к живой медсестре, скорее всего, потому что приятно все-таки, чтобы была бы улыбчивая медсестра, она тебя держала за ручку и говорила, не бойся, сейчас тебя уколят, будет не больно. Ну, в смысле, это все равно приятно, мне так кажется. Эта медсестра берет у человека там все нужные анализы. Ну, в некоторых случаях можно самостоятельно, конечно, но в целом там будет такая медсестра. Эти анализы обрабатывает та самая машина, черный вот этот ящик этот, и говорит, ну, не нужен никакой врач, потому что машина все это будет знать, и говорит, с вероятностью 99,9,9 у тебя вот такая-то болезнь, вот примеры там, нужно вот так лечиться. Ну, то есть как бы все рассказывает. Ну, и, наверное, есть еще какие-то суперхирурги там, условно говоря, хотя там тоже, конечно, будет техника, но все же с золотыми руками. Ну, это тоже вот та самая, да, как бы грань, которая ученые велики, ну, и вот исследователи останутся. А вот такие вот врачи-терапевты в поликлинике, ну, казалось бы, они не будут уже нужны, вместо них чудесно черный ящик подойдет. Ну, и из этого, кажется, для меня лично такой вывод. Люди могут становиться или теми, кто вот в самом-самом там топ чего-нибудь в своей профессии. Ну, это очень малый все-таки процент людей, но они, конечно, будут. Или они должны быть интерфейсом к человеку. То есть они должны быть, как мы назвали, это душевные работяги. Ну, это в хорошем смысле. Это медсестры, которые тоже, они врачи, они так называются, как бы в образовании это такие учителя-тютеры, скорее всего. Психологи, кстати. Вот психологи, мне кажется, будут нужны, потому что у людей крыша-то поедет. У всех. Мне кажется, на каждого человека нужно будет по психологу. Нашки заработиться не будет. Да, вот это вот железно. В этот момент, по-моему, как раз гуманитарием работы прям полно. То есть в этот момент я начинаю бояться за своих любимых математиков и программистов. А за гуманитариев перестаю бояться, если честно. Лена, у тебя минутка. А? Так, коллеги, пожалуйста, секундочку, еще одна минута доклада. У каждого психолога будет свой другой психолог. Хотя это, конечно, тяжело. Ну и давайте про последний слайд. Будущее образование. Чему, казалось бы, нужно учиться, учить детей? Ну, главное – адаптивность. То есть нужно понимать, что дети и взрослые все время будут меняться жизнь, каждую секунду. И то, чем мы учили вчера, уже не годится сегодня. То есть надо постоянно будет учиться чему-то новому. И, наверное, нужно так учить детей, чтобы им нравилось учиться, и чтобы они понимали, что учиться придется всю жизнь, уже с этим сразу смирились, смирились в положительном смысле, получали бы удовольствие. То есть жизнь будет все время в учебе. Еще мы понимаем, что самые интересные профессии еще не возникли. Ну, я читала атлас профессии, вот этот ваш чудесный. Да, там интересно все звучит, но наверняка будут профессии, которые в нем нет, мы про них не знаем, и нужно будет быстро им обучаться. Ну и вот вся система обучения наверняка изменится совершенно кардинально. Ну, я не говорю о том, что она в онлайн сильно перейдет, ну, не только это, но, по-моему, и роль учителя изменится, и дети будут больше друг с другом. Я надеюсь на это. Дети будут больше в командах как-то работать. Все-таки вот это индивидуальное образование, но сейчас оно будет не очень нужно. Ну, вот как-то, мне кажется, в такую сторону оно все пойдет. Все это были подписывания мои фантазии. Отлично. Так мы сегодня... Слушай, про будущее всегда приходится фантазировать. Ну, иначе какой интерес разговаривать о будущем без фантазии? Спасибо большое. Не, микрофон-то не клади. Наверняка будут вопросы. Я бы посидела. Так, Аня, вот сначала там сам... Вот прямо перед тобой рука, а потом вернемся на первые ряды. А потом вернемся на первые ряды, а тут людей тут совсем запрессовал. Слышно? Добрый день, меня зовут Александр. Искусственный интеллект, он всегда предполагает какую-то вероятностную модель. И вот личностный фактор, когда руководитель на чем-то настаивает или ученый какую-то отстаивает свою точку зрения, скорее всего, пока вот в ближайшем обозримом будущем я не вижу за искусственным интеллектом. Как вы видите развитие профессий будущего с этой точки зрения? Ну, мне кажется, что, условно говоря, начальники останутся. Те, кто финально принимает решение. То есть вот машина выдает результат, что с такой-то вероятностью тот, а с такой-то тот, а человек какой-то должен принимать решение. То есть мне кажется, что вот эта вот система управления, она все-таки останется. Но я согласна, что останутся топ начальники. То есть вот как бы средний уровень, который сам решение не принимает, все равно вверх спрашивает, не нужен будет. Но начальники останутся. То есть в этом смысле система останется. Ну и вероятность, на экране черного ящика будет написана вероятность. Хотелось бы маленькое уточнение. Решение принимают не только начальники. Вот когда здесь говорилось про врачей, ведь врач, когда ставит диагноз, он говорит, да, вот тебе надо это принимать, лекарства. Лекарств их же огромная куча. Можно это принять, можно аналог принять, можно подложим, можно подешевле, можно за границу поехать лечиться. Искусственный интеллект, он может выдать какую-то рекомендацию. А какую из этих рекомендаций выбрать кто-то должен принять решение? Конечно, останется какой-то процент врачей, хороших, сильных, останется. И когда человек будет не понимать, что ему делать, он будет ходить к такому врачу на консультацию. Я думаю, что останутся. На самом деле, да, останутся не только суперпрофессора, врачи, а останутся те врачи, к которым людям нравится ходить, к которым люди верят, у которых есть явная интуиция. Они к ним будут приходить и спрашивать, вот мне черный ящик выдал вот такое, что на самом деле, посоветуйте. Но я думаю, что это все-таки будет 5-10% всех ситуаций. Так, что у нас дальше? Давайте все-таки, пожалуйста, вот на первом ряду я притесняю суперактивного слушателя. Владимир Аникульевич, вот я хотел бы спросить, международная ассоциация блогеров, и мы серьезно рассматриваем создание международной школы блогеров и формирование профессионального стандарта, специальности блогер, и образовательного стандарта. Вот как вы видите в России специальность блогер? Ну, у меня вот среди детей, которые, мои дети, есть те, которые любят блогеров, потому что подростки. Да, я сама уже не в том поколении, но, судя по всему, блогеры очень популярны. Надо уточнять, видеоблогеры или в текстовом формате? Ну, мои смотрят видеоблогеры. Вот, то есть вы ютюберов включаете. Вот, видите, хорошая адаптивная ассоциация. Да, да, но мне кажется, что это, по крайней мере, в ближайшие сколько-то лет вполне себе профессия, да. Спасибо большое. Аня, ты говорила вот там где-то сзади еще вопрос. Представлять не надо. Добрый день. Здравствуйте. Я хочу вам задать вопрос, который висел некогда, в 60-е годы, в лаборатории моего любимого учителя, Крестобаля Хозовича Хунте, который, как вы, наверное, помните, заведовал отделом в НИЧАО. У него висела большая табличка в лаборатории, на которой было написано, нужны ли мы нам? Как вы отвечаете на этот вопрос сегодня в свете революции, прогресса, IT-технологий и всего прочего? Ну, вот я считаю, что нужны. Может быть, опять же, это мои надежды. Я считаю, что мы нам нужны, что не заменят роботы человеческого общения. Ну, понимаете, я принадлежу поколению все-таки вот до этой всей эпохи. Которые еще знают, кто такой Крестобаль Хозевич. Поэтому я считаю, что любовь, дружба, человеческое общение – это самое главное, а роботы – это так в помощь. Поэтому я надеюсь, что большинство людей останутся именно в такой жизни, что главное – это будет человеческое общение, а роботы – это помощь. Это для того, чтобы просто время освободить. Я оптимист, правда. Так, ну давайте куда угодно, вот куда вы затянете сейчас, в серединку. Здравствуйте. Спасибо большое. Раз заговорили про Стругацких, хочется вспомнить меморандум Бромерга, раз уж на то пошло. Про расслоение вы замечательно подняли тему. Фактически получается следующий эффект. Человечество разделяется на две части, и вы это показали достаточно неплохо. Кто-то уходит резко вверх, а кто-то остается, возможно, на том же уровне, либо дальше деградирует. И если мы посмотрим, например, в экономическую историю, то с уровнем дохода примерно то же самое происходит. Богатые все беднее, наоборот, богатые все богаче, бедные все. Это ваши фантазии, да? И с интеллектом, возможно, произойдет то же самое и с техническим развитием. С человеческим интеллектом вы имеете в виду? Да. Ну вот. Спасибо. Хотелось бы, чтобы расслоение было не такое сильное в смысле доходов и интеллекта, как оно звучит в смысле профессии. Для этого надо, по-моему, стараться и как-то это все собирать. То есть все-таки нужно установить доход у тех, кто все же работает. А все, что я назвала, это работа. И, по-моему, она не такая простая. Должен быть хорошей. Конечно, вот эти особенные люди, которые будут там заниматься чем-то на самом верху, ну, наверное, они будут получать больше. Но, с другой стороны, они удовольствия будут получать больше. Поэтому, может быть, им и не надо слишком много платить-то? Так. Еще один вопрос. Я к тому, что мы нашим программистам не такие уж большие деньги платим. Они удовольствие получают и нормально. Еще один вопрос точно. А там посмотрим. Да, 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 давай сюда. Добрый день. Меня зовут Дмитрий. И у меня вопрос созвучен вопросу предпредыдущего молодого человека задних рядов. Тут в основном говорилось про то, что надо. Вот надо быть в тонусе, надо там так гибко меняться, так технарям там сейчас хорошо, там комментариям попозже. А вот вопрос про хочется, он как-то не прозвучал. То есть… Вы знаете, хочется ли мне что-то так было? Не-не-не, я не это имею в виду. Ну, пожалуйста, задайте вопрос, но время жалко. Ну, что насчет тех людей, которые выбирают профессию не потому, что так диктуют тренды, а потому, что они хотят этим заниматься. То есть с детства там играет человек в компьютерную игру, он хочет дальше играть и, возможно, зарабатывать на этом деньги. Или музыкой он занимается, или рисованием, и это его там… Ну, как правильно выразить? Ну, с детства вот у него так идет, да? Понятно. Спасибо большое. Давайте послушаем ответ. Нет, хотя понятно, что большинству из них не повезет. То есть вот ответ вроде… Можно стремиться к этому, да, но действительно, ну, многим не повезет. Они не смогут, по крайней мере, укрепиться в этой профессии, получить какую-то стабильную работу. Но, возможно, это будет хобби. Ну, что ж, такое тоже бывает. Потому что человек может быть медсестрой, и у него есть хобби писать игры компьютера. Известный пример, который сейчас мне приходится приводить на лекциях. Куча людей мечтают создавать мощные и все более мощные двигатели для автомобилей. Ну, прет их от этого. Вы же знаете, что сейчас автомобили с двигателями внутреннего сгорания подряд в одной, в другой, в третьей, в пятой стране запрещают. У них нет будущего у этих людей, которые мечтают создавать мощные рычащие машины. Нету. Как бы они ни мечтали. Еще один вопрос, который я задам из онлайна, Лен, тебе, потому что он, на самом деле, ну, хороший. И тебе, наверное, правильно на него ответить. Какой-то у тебя, получается, беззубый футуризм. Похоже, забыли о фразе «винтовка рождает власть», говорит Артем Смирнов. Что ты ему ответишь? В смысле, у меня как-то войны мало, да? Ну, да. Ужастика мало. У тебя как-то все вот… Где антиутопическая сторона твоего рассказа? Ну, тут уж каков автор такое произведение. Я так говорю, я оптимист. Я что себе представляю, что мне не страшно, то и нарисовала. Наверняка все будет не так прекрасно. Давайте мы же как-то говорим о том, что мы стараемся сами творить то будущее, которое у нас там должно случиться. Ну, уж не будем же мы сейчас планировать что-то плохого. Вдруг случится из-за этого. Поэтому не хочу. Не женское это дело, я бы так сказала. Сейчас так не модно, но я скажу. Спасибо, отлично. Да, сейчас некоторые феминистки напряглись. Спасибо. Спасибо.